Санкционированный митинг В 12.30 леваки несанкционированно собрались на Трубной площади. Держиморды напряглись, но винтить никого не стали. То ли приказа не поступила, то ли их обуяла боксерская доброта. Даже несанкционированный марш до Самотечной улицы не возбудил полицаев. Они смиренно взирали за шествием, не испытывая моральной боли от нарушения путинских законов. ПЕСНЯ Остатки Левого фронта, разбитого и раздробленного, напоминали могучую кучку несломленных спартанцев. ПЕСНЯ Лозунги лимоновцев «Отобрать и поделить» органично дополняли задорные кричалки сторонников Удальцова. Капитализм – их главный враг, а либералы – выкормыши системы, которую пора менять. ПЕСНЯ Активисты Левого фронта только что скандировали «Продай жену, купи винтовку». В общем, если бы я был султан, у меня было бы три винтовки. ПЕСНЯ На митинг, состоявшийся на Суворовской площади, ждали Лимонова, который так и не появился. Но леваки, невзирая на усилившийся дождь, не роптали на капризы погоды. Ведь впереди революция, неизбежная, как крах режима. Власти не хватает ума, на мой взгляд. То есть, вот как, например, по многим акциям. 31 число. Если бы власть ее разрешила, акция была бы мирной, безобидной и не привлекала внимания. Именно разгон делает ее скандальной. Наша власть действует топорно и пытается просто давить. Но на силу находится другое. Силу не победить силой. Например, приморские партизаны и так далее. Красиво, весело, но у них нет шансов. Я считаю, что именно мирное ненасильственное сопротивление в ответ на их репрессии сможет таки вызвать симпатии населения России. И в целом, я думаю, что именно это может привести победу. То, что в какой-то момент власть превратится в глазах всех обывателей просто в человека с дубинкой, а мы превратимся даже не в жертву, а в справедливого человека, который идет на то, чтобы помочь другим. И человек с дубинкой не вызовет симпатии. Мы будем наращиваться простыми гражданами. Теми, кто разочаруется в Алексея Навальном. Теми, кто придет с Болотной площади под конкретные социальные и политические лозунги. Потому что основная проблема у граждан это одна. Это та несправедливая система, в которой они не могут себя самореализовать. Ведь Алексей Навальный не является частью этой системы. Он, наоборот, против нее выступает? На мой взгляд, и взгляд многих здесь присутствующих товарищей, это не так. Ведь, посмотрите, выборы мэра Москвы. Две трети людей голосуют ногами против всех кандидатов. Алексей Навальный мобилизует своих сторонников и тем самым делает вот эту явку, которая была все равно меньше четверти. Но многие люди пришли проголосовать за Алексея Навального. Работает он на власти или не работает, но он помог легитимизоваться вот этой власти в Москве. Хочет он того или не хочет. Но мне кажется, что он идет смело в одном строю в плотной спайке. И ваши дальнейшие действия. Что будет предпринимать именно Левый фронт? Левый фронт совместно с форумом Левого Силса, с межрегиональным объединением коммунистов, партией и другой России будет наращивать свои усилия в борьбе. Прежде всего за освобождение своих товарищей. До этого момента мы не имеем права вообще опускать руки. И, безусловно, к изменению всей несправедливой неофеодальной капиталистической системы в России. Можно сколько угодно увеличивать количество политзаключенных в России. Тем не менее, носителей левых идей пока что в стране предостаточно. И что самое главное, ими является радикальная молодежь. И это крайне неприятная новость для власти. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ. Путина! Ельцин! Путина! Ельцин! 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 Ельцин!